Свежий воздух и хорошее настроение. В минувшую субботу в экологическом парке состоялся большой спортивный праздник. В Магнитогорске прошла Лыжня России. По подсчетам организаторов, на старт вышло около 4 тысяч человек. За гонками наблюдала наша съемочная группа. Забеги начались с самого утра. Сначала на старт вышли ветераны, а уже после полудня в ВИП-гости. Чиновники, врачи, именитые спортсмены бежали один километр. Из года в год в Лыжне России участвует Иван Крылов. Глава Ленинского района не пропустил гонку и в этот раз. Настроение замечательное. Мы готовились весь год от Лыжни к Лыжне. Вот встали. Я думаю, что покажем сегодня результат. Всего более 10 забегов соревнуются как любители лыжного спорта, так и профессионалы. Постоянный участник соревнований Григорий Дочаковский занимается биатлоном более 10 лет. В прошлом году стал победителем первенства области в этом Лыжне России. Три километра им удались за 7 минут 40 секунд. Это лучший результат в его категории. Погода хорошая, да, теплая. Всего минус 10 градусов, но подготовка трассы желает лучшего. Потому что вчера был обильный снегопад. Выпало примерно 20 сантиметров снега, и они не смогли все это укатать. И получается вот такая каша. Лыжи колеблются, не очень-то удобно бежать. А вот семья хоккеиста Хабарова в соревнованиях не участвует. Отец и сын пришли в экологический парк провести выходной день на лыжах. Чтобы покататься чуть-чуть. Первый раз с палками. Сделали экопарк хороший. Сегодня так получилось, что здесь соревнования, праздник. Народу много. Настроение хорошее. Погода хорошая. В Магнитогорске лыжня России проходит с 2005 года. В России в 37-й раз. Примечательно, что в Челябинске, в Магнитогорске и в Златоусте. Но мы не остаемся только локально в городе Магнитогорском. Мы приглашаем и близлежащие районы. И приехало 10 команд. И по нашим подсчетам сейчас мы смотрим, у нас около 4000 человек. Победители забегов получили грамоты. Организовали отдельную гонку и для тех, кто хотел получить значок ГТО. Ольга Сухоплёва, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппа «Знак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова